Подготовка к родам. Помогут ли курсы по родам? Думаю, что вам всем известна эта картина. Называется она «Опять двойка». Почему она здесь? Потому что часто бывает так, что курс подготовки к родам не помогает. Почему так бывает? Я вам предлагаю на эту тему три идеи. Отвечал ли курс вашим потребностям и интересам? Может быть, вы пошли на курс при больнице, и вас там научили быть хорошими, послушными пациентами, а вы при этом мечтали о естественных родов. То есть такой курс вашим потребностям не отвечал. Выполняли ли вы все то, чему учились на курсах? Если вас учили проживанию схваток, например, если вам предлагали тренировать расслабление, тренировать дыхание и так далее, делали вы это или нет? А может быть, все-таки курс вам помог, но он выполнил какую-то другую роль? Иногда так бывает с дулами. Кстати, дулу нанимают для того, чтобы она делала массаж и так далее, а оказывается, что функцией дулы в данных конкретных родах оказалось что-то совершенно другое. Например, помочь женщине задать какой-то правильный вопрос врачу во время родов, который помог ей избежать кесарева. И это все совершенно непредсказуемо. Иногда помощь дулы в родах может быть совершенно заключаться в какой-то паре предложений по телефону, которые помогли женщине расслабиться, и роды вошли в нужную колею. Что-то, может быть, ваш курс повлиял не напрямую. Может быть, вы не воспользовались непосредственной информацией, которая была на этом курсе, но вполне возможно, что он помог в какой-то другой степени. Может быть, вы узнали, как не надо. Может быть, вы узнали, чего вы не хотите и так далее. Может быть, вы познакомились с нужным человеком на этом курсе. И каким-то образом этот курс позволил какой-то другой информации к вам попасть. То есть не всегда все то, что не выполнило свое прямое назначение, не выполнило вообще никакого назначения. То есть это тоже стоит иметь в виду и учесть. Есть, конечно, разные системы курсов подготовки к родам. Есть зарубежные известные системы, например, система Ламаза, например, бирсинг from within, то есть роды изнутри. Есть гипнобирсинг. Это не совсем роды под гипнозом, это роды с фокусировкой на глубоком расслаблении, скажем так. Это тоже очень интересная система. Есть множество других. Дело в том, чтобы вы выбрали то, что вам больше по душе, то, что вам подходит. Приглашаем посмотреть бесплатно этот вебинар целиком и узнать больше о социальном проекте по естественным родам «Чудо в сердце». Для этого нажмите на этот кнопку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова